Политической, но у меня есть ощущение, что фракция разваливается, если говорить уже как есть. Я искренне убежден, что ряд представителей фракции, главы или замов, будет, конечно, отстаивать, что все хорошо, но последняя фракция, которая была на этой неделе... Заседание. Заседание, да, на ней я не присутствовал, но из того, что мне говорили депутаты, чьим мнением я дорожу, коллег, там их несколько таких есть. Они сказали, что впервые появилось ощущение, что фракция разваливается. Насколько частей ничего было, так на око. Речь не о частях, речь о в целом. И главным гвоздем этого развала, по ощущениям, это является именно как раз Ермак. Потому что если... Ну, мы не переходим на личности там, что я не говорю ни в коем случае, что там Богдан был хороший или кто-то, но была какая-то целостность, когда диалог был между фракцией и офисом президента, когда какие-то совместные решения принимались, то в данном случае вот все уже видят, даже люди, которые, казалось бы, на стороне Ермака должны быть, они, в принципе, объективно уже видят ситуацию, что все разваливается. Такая группа вплива, какие? Ну, тобто, разваливается на что? Речь не идет о каких-то группах вплива. Ну, я не знаю, есть какие-то, ну, понятное дело, какие-то есть, кто-то от кого-то заходил, кто-то там кого-то как-то рекомендовал, какие-то, не исключая олигархи, еще что-то. Я говорю исключительно за здравую часть, которая присутствует мыслящую, объективно мыслящую во фракции. И они все видят, что да, это уже разваливается. Причем, что разваливается не только во фракции. Мы видим, что правительство разваливается, офис президента, ну, по моему ощущению, и потому, как люди бывают на встречах в офисе президента, как Ульяна Супрун там, например, написала, работа офиса президента полностью остановлена, потому что человек не занят абсолютно ничем. Ну, если встретить людей, которые там с Ремен Кучмы работают, они в один голос говорят, что такого состояния офиса никогда не было. Ну, просто не раздаются там задачи по направлениям, по приоритетам. Ну, никто не занят работой. Человек постоянно находится на четвертом этаже у президента. У него в приемной собираются десятки людей, которым он назначил встречи каждые 20 минут. У Ермака. У Ермака, да. И происходит коллапс. Ну, на приемной. Ну, то же, что и всегда, глава офиса президента. Ну, до этого администрации... Ну, не секретарка ж. Ну, ты бы написала секретарка, помадой причем. А на сколько депутаты, про которых Вы говорите, понимают обсяг исторической ответственности, я на сколько не жертвую, на кону стоит доля края? Я... Это, конечно, хотелось бы в этом доле шутки услышать, но не было бы так печально, если бы это являлось действительностью. Ну, люди начинают осознавать. Если для этого до какого-то периода, ну, я видел в глазах депутатов там какой-то фан, что вот они стали депутатами, вот они пришли, и тут все с ними считаются, то они начинают осознавать градус ответственности. Потому что в один момент все покажут пальцем на них и скажут, это ты виноват, это ты принимаешь решение, ты несешь за это ответственность. Дивись, у нас сегодня эта тема, я, что втручаюсь, я перепрошу, там, можно? Пять копеек, я хотя бы цяк, наприкінці, и клигати, тем не менее. Эта тема дуже серьезна, это правда, это можно жартувати бесконечно стосовно ипостасии Богдана. Это все спадщина, от попередних, навіть, и президентов. Эта вот посада, мало зрозуміла, керівника адміністрації, офису, секретаря, то это все неважливо, насправді.